Я в первую очередь хочу самое главное свойство обратить Чаги, это ее свойство бороться с вирусами. И на сегодняшний день самый такой актуальный вирус, это коронавирус. Это проблема из проблем. Нас заставляют прививаться, нас ограничивают в передвижении, ограничивают посещение людных мест, ездят за рубеж. И это проблема из проблем. И на сегодняшний день, как таковых, лекарств, которые являются лекарствами против вируса, коронавируса-19, нет пока еще официально зарегистрированных. Хотя есть и способы прививки, которые... Это другое направление, когда организм борется сам с этим вирусом. Но прививки тоже не одно из лучших средств. Все-таки преимущество было бы, если бы ученые научились все-таки лечить это заболевание, как другие, допустим, похожие препараты, как антибиотики. Но антибиотиков нет. Тем не менее, у нас в России в Роспотребнадзоре, компания Вектор, которая принадлежит Роспотребнадзору, именно она является разработчиком одной из российских вакцин против ковида-19. Имеет отделение микологии, где изучают грибы. И в этом отделении обнаружено, что ЧАГА способна сдерживать репликацию вирусов на 50%. И это очень... Обратили внимание, это очень интересно стало для них. И они запомендовали, сделали глубочайшие исследования. И в ближайшее время утверждают, что скоро на рынок появятся препараты на основе тяги, экстракты, водные и жидкие экстракты, которые позволят лечить ковид-вирус. Ну, я представляю, когда это дело будет внедрено, наверное, цена будет у него космическая. Я уже заранее предвещаю, что там не каждый будет подъем на эти цены. Но, тем не менее, технология очень простая. Это водные экстракты. Есть там, конечно, запатентованные методики активирования ЧАГА. Но самое главное, это все-таки экстракт из ЧАГА, который способен бороться с вирусом. И, кроме того, учреждение «Вектор» доказало, что не только коронавирус. Оказывается, он борется с огромным количеством вирусных заболеваний. То, что для нас становится удивительным, как говорят врачи, это невозможно, когда один препарат лечит самые разные вирусы, в том числе вирус герпеса. На сегодняшний день, как таковых, тоже особо нет препаратов, которые могли бы полноценно, с гарантией подавлять вирус герпеса. А там их, я напомню, два типа, особенно второй тип герпеса. Есть половой, есть, который, мы знаем, на губах чаще всего распространяется. Так вот, второй тип герпеса тоже поддается лечению с помощью экстрактов ЧАГИ. И это еще не все. И ВИЧ, ВИЧ нашего времени, заболевание, СПИД. Казалось бы, заболевание, которое еще долго-долго будет продолжаться, распространяться среди людей, и лекарств на него нет. Тем не менее, опять же, с помощью ЧАГИ есть доказательства, что и здесь можно помогать. Но 100% конечно нет такой надежной методики. Но даже если на 50% мы сможем бороться с этим заболеванием с помощью таких безвредных препаратов, как экстракты ЧАГИ, то это великолепно, считайте. Доказана также эффективность и на энцефалитах. Болезнь Лайма, как еще по-другому называется, здесь тоже связана с вирусом. Это когда вирус заходит в мозг. И лекарства в мозг, кстати, не доходят. Ни одно лекарство не доходит в мозг. Поэтому эти болезни, которые вирусные заболевания мозга, на сегодняшний день не поддаются лечению. А препараты ЧАГИ, они низкомолекулярные, они достают в мозг. И могут там оказать свой лечебный эффект. Но я немножечко уточню, он не в мозг доходит, а он гематоэнцефалитический барьер достает. То есть это сосуды, где преграда всяким веществам, сосудистая преграда. У нас в головном мозге особая структура сосудов. Они имеют склонность перекрывать проходу одних веществ и пропускать другие. Это как сеть, как сито. Пропускает это, пропустим, это не пропустим. И большинство веществ, особенно вредных, которые организму неизвестны, гематоэнцефалитический барьер не пропускает. И если мы сможем убрать дырки, так называемые, условно говоря, дырки повреждения в этом барьере, то мы сможем остановить это заболевание. Но даже, и это не самое главное, то, что мы можем лечить энцефалит. Казалось бы, на сегодняшний день практически не поддаётся лечению. Вот я рассказал краткий спектр вирусных проблем, которые поддаются лечению тяги. Но это ещё не всё. Тяга огромный тоже имеет спектр лечебных веществ и огромный спектр не только вирусных, но и сосудистых, и нервных показаний.